Приём-приём, выжившие! На связи Шадимен, добро пожаловать в новую часть выживания в зомби-апокалипсисе в Майнкрафте. Ну что же, пока что я нахожусь здесь на дозоре, леска до сих пор спит, и я свяжу за тем, чтобы зомби ни в коем случае не проникли в наше убежище. Однако, через какое-то время, когда леска уснула, я услышал то, что на улице произошёл какой-то колоссальный взрыв, и, честно говоря, мне прямо сейчас переполняют эмоции, мне хочется просто пойти и проверить, что же там находится. Жалко, конечно, то, что у нас нет для этого машины, потому что поднимать наш вертолёт, это было бы, наверное, слишком шумно и слишком опасно. И да, кстати, ты прямо сейчас в комментариях напиши, а какую машину ты бы хотел во времена зомби-апокалипсиса? Быструю, но не бронированную, или же медленную, но зато очень бронированную, чтобы зомби тебя не пробили? Пиши свой вариант в комментариях, и обязательно не забудь поставить лайк под этим видеороликом. Ну что же, я думаю, то, что всё-таки нужно собраться и посмотреть, что там происходит. Приятного тебе просмотра. Тишина. Как же классно. Хорошо, что когда ещё светло было, мы с леской успели всё зачистить, а то бы, я думаю, то, что ночью бы эти зомбящие крики бы нам точно спать не давали. Хотя, ладно, всё равно один человек на дозоре. Сейчас уже часа через полтора леска проснётся, и дальше она будет дежурить, а я уже спать лягу. Потому что, хотя, с другой стороны, может вообще и не будить, я не знаю, вроде как у меня сил более-менее, чем достаточно даже. Ух ты! Понял. Так, стоп, что? Капец, я даже ничего не слышала, что ли? Это что, ваше дивидио только что было? Так, наша вертушка на месте. Такое чувство, как будто бы метеорит какой-то упал. Ну, думаю, то, что если бы упал действительно метеорит, то бы сейчас, наверное, такая взрывная волна была бы, то, что снесло бы просто напрочь все постройки бы. Так, это, по-моему, было откуда-то вон оттуда. Прямо откуда-то оттуда, то есть... Ой! Матрёшкин! Это что, мутанты, что ли? А пупеть можно. Так. Чего он так орёт так громко? Обалдеть, а что, если это какой-то реально мутант, короче, туда запрыгнул и... Просто-напросто какой-нибудь, не знаю, летательный аппарат сбил, не знаю, либо ещё что-нибудь, а может какой-то завод вообще взорвался здесь. Либо просто автомобиль стоящий. Сходить, не сходить туда. Блин, капец, на самом деле, как интересно, но... С другой стороны, опасно. С другой стороны, я же слишком далеко убегать не буду. Я посмотрю. Я должен посмотреть, мне кажется. Так, у меня в любом случае вот автомат на месте, даже пулемёт целый. Топор на месте. Так, даже пистолет возьму на всякий случай, пускай побольше снаряжения будет. Так, и что касается всего остального, на всякий случай возьму лестницы. Вот, чтобы залазить там и так далее. Так, сухие паки у меня есть. Вода во флягах есть. Так что я думаю то, что не потеряюсь. Да я ж недалеко пойду. Вот, так, записку... Ладно, у нас пронспирация есть. Я, наверное, лески оставлять ничего не буду. Ладно. Это что вообще? Мне очень просто, честное слово, безумно интересно посмотреть, что же это всё-таки могло бы быть. Так, опа. Так, ага, понял. Здесь ещё лестница понадобится. Вот таким вот образом. Так, и на всякий случай назад тоже лестницу поставлю, чтобы если мне вдруг придётся как-то очень быстро от кого-то бежать, чтобы я мог быстро всё это сделать. Так, ну... Да не, всё будет в порядке. Зомби на горизонте даже вообще не видно, так что я думаю то, что всё будет нормально. Так, ладно. Да и плюс мы вчера срезка, когда ещё светло было, мы большую часть города, вернее, наверное, ладно, не большую часть, а где-то половину мы обыскать даже не успели. Так что я сейчас потихонечку пойду в город и потихонечку обыщу все оставшиеся постройки, все здания, которые остались необысканными. Так, надеюсь, что после этого гигантского взрыва особо зомби сюда не понабежит. И на самом деле самое страшное, что может произойти, это если вдруг вот эти крики мутанта какого-то, если этот мутант решит пойти вот сюда. Мне вот интересно, интересно, мутанты, они как-то у них восприятие сильнее, чем у обычных зомби? Ведь, по сути, если маленький зомби, ну обычный зомби-человек, он сильный по-своему, но зомби-мутант сильнее, так как он больше, то, по сути, он получается и у него обоняния, может быть, будет больше, я не знаю. Это непонятно. Так, ладно. Вот эти все двухэтажные здания, магазины, получается, вот эти все, мы с Лиской уже обыскали в прошлый раз, так что я сейчас чисто загляну на всякий случай в каждый магазин, чтобы убедиться, что здесь зомби никакого нет, потому что... Потому что не хотелось бы, чтобы потом в спину меня он укусил, либо еще что-то произошло. Так, я в маскировочном костюме, интересно, зомби как-то... Им вообще пофигу то, что у меня костюм, допустим, похож на них самих, то есть такие же зеленые, все, не знаю. Так, сейчас еще раз на крышу проверю, все. Может, тут на крышу чем-нибудь мы пропустили. Так, здесь какой-то сундук есть. Но он пустой. Либо кто-то до нас обыскал, либо он всегда был, в принципе, пустой, я не знаю. Так, еще, по-моему, вон тот ангар я не смотрел. Да, точно, в том ангаре мы точно не были, и в зданиях, которые через дорогу отсюда находятся, мы тоже не успели до заката проверить, потому что времени и так... Прошло огромное количество. Так, чуть не упало. Так, в порядок. Пока что в порядок. Да, дверь открыта. Мы же, по-моему, не закрывали дверь? Если я не ошибаюсь, по-моему, нет. Так. Не, это... Да, это, скорее всего, мы просто-напросто забыли закрыть. Мы тут мешки с песками искали, так что... Я думаю, то, что здесь ловить точно нечего. Да я и на втором этаже здесь был, так что... Ладно, дверь закрою на всякий случай, чтобы, если вдруг она еще откроется, чтобы я видел то, что здесь кто-то ее открывает. Либо зомби выбивает, например. Я не знаю. Так, а вот теперь начинаются здания, которые, получается... Я еще не обыскивал. Так. Стоп. Что? Это... Так. Ну-ка, надо повыше залезть, надо повыше залезть. Так. Это же вертушка упавшая. Нифига себе. Так, бин... Да, бинокль я с собой взял. Так. Обалдеть можно. Ничего себе там на самом деле. Так. Она только что буквально упала, серьезно? А в чем причина-то, интересно? Так, вот зомби туда уже набежали, на самом деле. Так, а что если там люди какие-то живые, застрявшие есть, я не знаю. Так, бежать туда сразу или сначала здание обыскать, я не знаю. Хотя, с другой стороны, после такого падения вертолета, мне кажется, вообще цел точно никто не останется, но, судя по всему, мутант именно оттуда кричал. Так что я, наверное, слишком быстро туда не пойду. Вот. Так что, ладно, я сейчас по-тихому пока что здание обыщу. А вот если какие-то еще там признаки жизни там будут подаваться, либо еще что-то, вот тогда, мне кажется, стоит сразу туда моментально бежать. Так, ладно, сейчас по-быстрому все это осмотрю. Так, эту, получается, больницу мы импровизируем, но уже с леской вместе осмотрели. Так, вот коричневое здание, вот в него мы не заходили 100%. Так. Да, здесь мы точно не были. Главное, чтобы нигде зомби-зугоб не оказалось. Так, 9 миллиметров, 9 миллиметров, это как нельзя кстати сейчас. Надеюсь, то, что эта мутантина оттуда убежала. Чуть что. Иначе я не знаю, как я буду с ним справляться. Конечно, я уверен, что если я все 75 патронов, а то и 150 зажму из РПК, я в принципе его завалить смогу. Только это просто, какова цена будет всего этого дела? Потому что я потрачу такое огромное количество патронов, учитывая то, что у меня 7,62х39 осталось вообще ни о чем по сути. Буквально на 2-3, 2,5 магазина и в принципе-то все. Так, стоп, я доктора не осмотрел, по-моему. Так, я свет погашу пока что. Так, или... А нет, а не, осмотрел же. Боже, у меня уже все, у меня из головы просто все вылетает, честное слово. Мне просто безумно интересно узнать, что там. Так, но всему свое время. Всему свое время. Так, спокойно заходим в каждое здание. Опа. Слышал. Только что слышал, вот честное слово. Это 100% не хруст какого-то дерева был, либо еще что-то. Это 100% был зомби. Реально был где-то зомби. Так, ладно, это плохой знак уже. Это уже не очень хороший знак. Так, сейчас все эти сундучки, ящички обыщем. Надеюсь, что что-то... Так, и знал то, что все-таки дробовик надо было брать. Я прям, не знаю, у меня все-таки... Я понимал то, что такое... Да ладно, Шеди, зачем ты берешь? У тебя все равно РПК есть пист... Пистолет. Вот опять был. Опять. Опять кто-то. Так, ладно, спокойно. Спокойно я еще не в таких ситуациях бывал. Просто, честно говоря, я особо не помню, когда я в последний раз в одиночке оказывался в этих заброшенных городах. И честно скажу, у меня просто уже, походу, привычка исчезла. Я помню, постоянно раньше один куда-то на вылазке отправлялся, но... Сейчас просто как будто бы буквально каждого шороха боюсь, реально. Потому что мы то с Лео, то с Леской, то вообще вместе с Петровичем, там, с Малым, втроем, вчетвером, там, постоянно куда-то влазим. Походу, привычка все-таки отпадает. Хотя, с другой стороны, на самом деле, чем больше ящиков я открываю, тем больше уверенности у меня появляется. Потому что я в каждом ящике нахожу патрончики на РПКшник. Так, все, по-моему, все здесь обыскал. Так что... Ух ты. А у него тоже РПК? Ну-ка, стоп. А, без магазина. Эх, вот это было бы круто, если бы у него еще в РПК был магазин вставлен. Вот это было бы очень феерично и очень полезно. Так, сейчас по-быстрому поближе посмотрю. Так, да. Вертушка, что надо, на самом деле, грохнулась. О, здесь можно через окно зайти. О, ничего себе так. А вот эта комната мне уже нравится. Ха, вот эта комната, по-моему, самая полезная за все время. Так, опа, вот еще ближе. Они в ангаре, что ли, сидят? Ладно, в ангаре я тоже проверю. О, ничего себе тут это. Винтовка прикольная. О, нормально. Тут какой-то прицел, конечно, у нее доисторический. Она, видимо, какой-то, не знаю, совсем старенькая винтовка. Ну, по виду, да, она реально старая очень. Так, бейсбольную биту я брать не буду. У меня топор есть свой. Так, что еще? Это что такое? Огнеметы, что ли? Стоп, огнемет, серьезно? А он что, как вообще заряжен, нет? Так. Ух ты ж! Так, стоп. А ну, стопэ. Не, не заряжен. Просто, видимо, у него пустой какой-то баллон там остался. Видимо, с воздухом сжатым. Либо еще что-то. Я не знаю, что там. Вообще не разбираюсь в их конструкции. А так, ничего нет. Ладно. У меня пока что свое оружие есть, так что... О! Тактический жилет. Вот это... О, еще и патроны в шкафу лежат. А вот это уже нормальная тема. Если порвут мою костюм, я надену этот жилет обязательно. Так, последнее здание осталось желтое. И все. Так, что у нас в желтом здании? А в желтом здании почему-то просто пустота. Ладно, бывало и хуже. Лучше пустота, чем там 10 зомби сидел бы на самом деле. Так, ладно, все, сейчас я... Все, короче, по-быстрому. Иду вот этот ангар. Проверять каменный. И потом уже пойду в сторону вертолета. Так, что у нас здесь? Так, стоп. Или... Стоп, или... Нет. Это ж не тот ангар, да, по-моему? Нет, это не тот, сто процентов. А, все, я слышу. Я слышу, здесь зомби уже есть сто процентов. Так. Сейчас я дверь... Опа. Закрыл. Сейчас я пройду как-нибудь вот так вот. Освещение, конечно, не помешало бы. Так, сейчас я вот так факел пока что выброшу в сторону. Да, вот они. Лежачие ходят, тут по-всякому. Вернее, ползают. Так. Да что ж такое-то? Так, главное, чтобы они только резко слишком и вылазли. Так. На самом деле это большой плюс для меня то, что тут есть какая-никакая паутина. Потому что... Так, а вот здесь они уже постепенно вылезать начинают. Так, не очень приятное зрелище. Да и вообще как... Зомби приятными могут быть в любом случае. Так. Давай, иди сюда. Сейчас я тебя через эту паутину... Паутину. Вот так тебе. Так и надо. Так, еще один... Еще двое лезут. Ничего себе. Так. Ай! Ё-моё, тут уже почти тоже вылезут. Да что ж такое-то? Откуда только как эти какие-то червяки вылезают, честное слово? Так. Да давай же уже. На тебе. Отлично. Так. Ну-ка, тишина. Надо послушать. По-моему... По-моему, все. Так, я даже и солдата не заприметил. Знаете что? Я лучше сейчас все внимательно проверю. Ладно. Так. Использована аптека и снайперская винтовка есть. С двумя патронами. Нормально. Так, пока что вместо пистолета на ремень повешу сейчас сюда. Так. И у нас тут колючие проволоки. Пойдёт. Я как раз перед тем, как думал... О! Динамит есть? Что? Нормально. Так, динамит тоже возьму на всякий случай. Может быть на базе пригодится. Так вот. Когда мы только-только с леской начали обустраивать ночлежку сегодняшнюю. Я подумал о том, что как же жалко всё-таки то, что у нас есть всего лишь одни мешки с песками. Хотя на самом деле как всего лишь. Спасибо тому, что и они есть. Вот. Но с колючей проволокой будет просто идеально. Потому что зомби просто даже толком физически дойти никак не сможет. Вот. Так что нормальная. Так. Ладно. Всё. Я свет гашу. Сейчас я по-быстрому всё это дело проверяю. Я не знаю, куда мне столько динамита. Потому что тут, как говорится, ладно. Лучше заберу, чем просто это оставлять. В любом случае, когда ещё выпадет такая удача, найти просто огромное количество динамита. Просто в обычном ангаре. Так. И колючая проволока. Так. Сейчас всё это дело проверим. Так. Вот сюда. Эту полку я проверил. Так. И задняя полка. Так. Динамит, проволока, проволока. Так. Ещё одна колючка. Ещё один динамит. Ещё одна колючка. Так. Ну-ка я сейчас. Опа. Отсюда. Отлично. Перепрыгнул. Так. И оставилось всего лишь два сундука. Так. И в предпоследнем динамита, в последнем колючая проволока. Хорошо, что он хотя бы... Нет. Хорошо, что он хотя бы не пустой был. Как последнее жёлтое здание. Это серьёзно. Так. Давай же. Давай же. Надо вылезать отсюда. Надо отсюда вылезать. Давай же. Что ж ты делать-то будешь? Всё. Отлично. Так. Всё. Я отсюда вылезаю. Всё. Короче. Я погнал до вертолёта уже наконец-то. У меня, если что, и динамит есть, и всё тому подобное. Так. Но чтобы к самому вертолёту подобраться, мне в любом случае сейчас придётся воспользоваться, видимо, оружием, автоматами и тому подобное. Ну, если уж леска после падения... Фу, показалось. Капец. У меня прям мурашки по коже пошли. Я на секунду подумал, что это леска стоит. Боже мой. Я вообще думал, откуда она там могла бы появиться. Ну и вон нафиг. Голюны уже пошли, честное слово. Так. Ладно. Думаю... Опа. Что? Стоп. В смысле? Как я не попал? Так. А ну стоять. Ой, а чё она такая слабенькая-то? Ладно. Два патрона ещё промахнулся, но ничего страшного. Сейчас как-нибудь их добью. Я так думаю. Так. Вертолёта бы, конечно, не мешало в любом... Ой. А вот и мутантина. Не-не-не-не. Так дело не пойдёт. Так дело не пойдёт. Знаете ли? Мне безумно интересно, что там находится в этом вертолёте. Но знаете, что-то мне как-то не особо хочется теперь идти, когда там мутант находится. Реально. Ладно. Окей. Вертолёт в любом случае никуда уже не денется. Да и за всё это время я предполагал, что хоть какие-то звуки живого человека появятся, но ничего не появилось. Так что я предполагаю, я лучше, короче, сейчас назад пойду на нашей базы и... Сейчас я вот эту толпу зомби сейчас завалю. Потому что, честно говоря, один на один с мутантом противостоять не особо хочется. Да и тем более, если вспомнить мутанта, который был в городе, когда мы вместе с Леской и Лео убегали... А, Лео тогда спал. Я, честно скажу, против мутантов теперь как-то поосторожней нужно быть. Так что ладно, в любом случае, я теперь сто процентов знаю то, что там находится вертушка. А уже как светает, я обещаю то, что мы пойдём туда и проверим, что же там может находиться. Но пока что всё-таки я пойду назад. Да и леску ещё там оставишь, и мутант прибежит. Оно нам надо вообще?